Я обучилась многим вещам от многих учителей, и не только от команды по СОЗО. Мое посвящение к вам это только изучать, познавать истину, учить истину. Но также я вдохновляю вас изучать Писание, чтобы проверить то, что я вам говорю, правда, являться ли правдой. Апостол Павел называл Борианс. Они были более нобелы, потому что они рассчитывали Субтитры. Была одна группа людей знатными, потому что они очень много изучали Писание. И это очень хорошая вещь, даже при том условии, что я являюсь учителем. Вам нужно, следовало бы проверять все, что я говорю, соответствует ли это Писанию. Я пытаюсь наилучшим образом, чтобы передать вам истину. Но я также могу быть... Я не обижусь. Если вы будете проверять мне то, что я говорю. Следующий человек, о котором мы будем говорить это Иешуа. И он будет сравниваться с нашими братьями и сестрами. Иногда с очень близкими друзьями. В Римлянах сказано, что он первородный со всех братьев. От наших братьев и сестер, и также близких друзей мы получаем взаимоотношения. У нас есть дружеское общение, когда мы имеем что-то совместное, имеем совместное общение, дела. Вспомните о первых своих годах в школе. Они не были настолько тягощенными, потому что никто ничего не знал. У вас было вот это дружеское общение с вашими близкими друзьями. Третья личность, о которой мы поговорим, это Дух Святой. Эта личность, она соотносится с нашей мамой. Я не говорю, что Бог — это женщина. Но посмотрите на то, что делает Дух Святой. Он исцеляет. Он обеспечивает. Он приходит с другой стороны. Он учит нас. Как мама. Но иногда мама могла плохо исполнить свои обязанности, свою роль. И это один из тех мест, где не важно, если она хотела сделать хороший работ или нет. И есть такие места, когда неважно, сделала ли она свою работу хорошо или плохо. И я знаю некоторых женщин в США, о которых я и буду говорить. Которые сконцентрированы настолько на себе, что они перестают беспокоиться о своих детях. Но я считаю, что это очень редко. Многие из нас хотят быть хорошими родителями. Многие из матерей хотят быть хорошими матерями. Если у вас есть трудное такое время в доверии Духу Святому, возможно, вам нужно простить вашу маму. Помните, я говорил, что прощение очень важно. И иногда это очень часто трудно простить того, кого вы очень сильно любили. По той причине, что вы не хотите быть злым на этого человека. Она сделала так, как она могла. Она пыталась. Да, она пыталась. Простить ее за то, что она была несовершенной. И когда вы откажетесь или перестанете осуждать ее за ее ошибки, и спросите Господа, в какую ложь я верил или верила о Тебе. Может быть, ваша мама была занята другими пятнадцатыми детьми, которые она также имела. И она не имела достаточно времени для вас. Подумайте о той лжи, которую вы могли бы верить. И истина заключается в том, что Дух Святой настолько велик, что Он может уделять внимание всем в одно время. Наш Бог, Он не ограниченный. И поэтому вы получаете истину вместо лжи. И я хочу вам также сказать, что если вы не простите ошибки отца, матери, своих близких, братьев и сестер, тогда вы не сможете начать наслаждаться им. И это приносит мне грусть. Если вы не доверяете Богу Отцу, если есть проблемы в взаимоотношениях с Богом Отцом, спрашивайте Его, чтобы Он показал Ему те места, где вам нужно простить вашего земного Отца. Что? Вашего земного Отца. Если вы переживаете трудности во взаимоотношениях с Иешуа, то попросите Его, чтобы показал те взаимоотношения с братьями или с сестрами, или с близкими друзьями, у которых у вас есть трудности. Мой опыт, он более такой необычный. У многих людей в моей культуре трудности во взаимоотношениях с Богом Отцом. И также многие люди не доверяют взаимоотношениям к Духу Святому. Но многие из вас имеют хорошее взаимоотношение с Иешуа. У меня был один человек или клиент, которая верила в Иешуа, который является ее спасителем, но она не хотела быть в близких взаимоотношениях с Ним. И поэтому мы попросили ее, чтобы она начала прощать своего брата. И мы провели ее через это прощение, и она его простила. И она получила откровение о Иешуа и его любви к ней. Это было необычным в моем опыте. Но это не является необычным видеть людей, которые имеют хорошее взаимоотношение с Богом Отцом. Многие беспокоятся, говорят о том, что мне достаточно взаимоотношения с Иешуа, которым я доверяю. Кто знает, может быть, Бог Отец, Он достаточно далек, отстранен. Иногда Он очень жесткий. Простите Ему. Иногда очень трудно для человека, для мужчины, осознать, что ему нужно простить его маму. Это из моего опыта. Я не видела очень часто женщин, которые были достаточно длительно злы на своих матерей. И очень часто, когда они приходят, они говорят все, в чем они были неправы. Я вижу лица, которые улыбаются, да. Да, потому что мы такие. Я очень часто видела мужчин, которые были длительное время злы на то, что сделала их мама. Но не всегда, но множество раз. Мужчины, которые не решают эти вопросы, в которых допустила мама ошибки, они более, они те, которые сопротивляются Духу Святому. Он хочет, чтобы я рассказал эту историю вам. Когда Кирк был маленьким мальчиком, он никому не доверял. Он не чувствовал себя хорошо. И мама дала ему сок, чтобы выпить, сливовый сок, чтобы выпить. Он пошел в кладовку в своей спальне и вылил его на пол. Потому что в его семилетнем сердце казалось, что она дает ему то, что является плохим. Я знала эту женщину. Она любила его больше, чем жизнь. И проблема не заключалась в том, насколько сильно она его любила. И проблема не была в том, что он был похож на какого-то чудовища. Враг или сатана, он пришел в виде страха. И Кирк, он возрастал и становился более исцеленным. И он простил свою маму за то, что она не объясняла, почему она давала ему этот сок. Вообще-то она давала ему этот сок, чтобы... Она ему не объясняла, что ты пьешь этот сок для того, чтобы пойти покакать. Она не объясняла ему этот сок, чтобы он его выпил и пошел покакать, пу-пу. Потому что это то, что мама делала. Она обучает эти близкие вещи. Это мама может сказать, что у тебя дурно пахнет сорта, иди почисти свои зубы. Или, например, с волосом. Понюхав скажет, иди помой свои волосы. Иногда она вас будет обнимать, когда вы действительно дурно пахнете. И будет любить вас, и неважно, что бы произошло. И так действует Дух Святой. Он приходит в близость к нам. Он будет исправлять нас в любви. И множество раз Дух Святой будет объяснять нам о Боге Отце. И на протяжении недели, когда мы будем разбирать по этой таблице семью, мы увидим, что отдельно есть отец и мать, которые показывают полноценно Бога ребенку. Потому что Бог имеет два начала. Он и Отец. Он держит стандарты или правила. Обучает вас твердых и жестких таких вещей. Это те, кем мы являемся. Ты слишком драгоценный, чтобы я тебя отпустил. А Ишуа — наш друг, наши друзья. И иногда бывает так, что мама приходит, чтобы объяснить нам, что папа от нас требует или хочет. У многих из нас есть семьи, в которых ошибки отца и матери не имели существенного значения. Но они при этом не работали как команда. Он сказал, что это важно. Мы работаем как команда. Во многих из наших семей отец соревнуется с мамой, а мама при этом соревнуется с младшими братьями. В моей семье отец более строгий. Сделай это правильно и с первого раза. И когда я приходил к моему брату, который был намного младше, намного старше, чем я, я его спрашивал, папа говорит, отец говорит, сделай это так, а что ты думаешь по этому? И старшие братья говорили, не беспокойся об этом, не слушай его. И после этого я попадал в проблему. И потом я приходил к моему брату. Я его спрашивал, почему ты мне сказал не уделять этому достойного внимания, теперь я в проблеме. И для меня сейчас, я понимаю, что когда я был мальчиком, я был более заинтересован в взаимоотношениях с отцом, чем с матерью. И я вспоминаю, что моя мама, она множество раз пыталась поинтересоваться моей жизнью, спросить, как твой день прошел, но отец так не поступал. Отец просто говорил, что мы будем делать, мы пойдем кушать, мы пойдем играть в бейсбол или что-нибудь другое. Но мама, она постоянно интересовалась, как твой день прошел, как ты себя чувствуешь, что у тебя было в школе. И когда я был мальчиком, я скептически к этому относился, почему мама задает столько вопросов. И позднее в жизни, когда у меня уже были действительно хорошие взаимоотношения с Ешуа, и достаточно хорошие с Богом Отцом, но я с Духом Святым держал его на расстоянии, потому что он собирался спросить меня, как я себя чувствовал. И очень часто он поступал так с Кэрин, и он отвечал Богу, как же я должен себя чувствовать. И поэтому есть разница, как ведут себя женщины и мужчины в этом. И поэтому, как сказала Кэрин ранее, что для женщин легче и проще иметь взаимоотношения с мамой и поэтому с Духом Святым, чем для мужчины. И неважно, женаты ли вы или нет, но когда вы приходите в церковь, вы увидите, что женщины, они более духовны, чем мужчины. Но мужчины, они более-таки прагматичны, и некоторые говорят, что мы сделаем это так. Но женщины, они говорят так, и мне кажется, что Дух Святой хочет, чтобы мы сделали таким образом. И потом мужчины собираются. И задают вопрос друг друга, ты чувствуешь, что Дух Святой говорит? Нет, это время кушать, мне кажется. И опять, Бог, Отец, Иисус и Дух Святой, они не соревнуются между собой, они хотят дополнять друг друга. И это важно. И наш опыт переживания Бога Отца, Духа Святого и Сына, начинается с того опыта, который мы получили от наших земных родителей. И нету совершенных земных родителей, семей. И мы начинаем иметь взаимоотношения с Богом, осознавая, что это ценные взаимоотношения. И с кем бы эти взаимоотношения не начались, с Иисусом, с Духом Святым, в конце концов, они ведут к тому, чтобы иметь полную картину, чтобы иметь... Как Соза учит полноту, полноту в исцелении. Завтра мы будем иметь более практические примеры того, на что похоже Соза. Но сейчас мы хотим вам просто показывать фон или предисловие того, чем является Соза. И другой пример. Вы маленький мальчик или девочка, и вы упали и поцарапали свои ноги. И вы кричите, «Боже, я умру скоро». Если вы со своим отцом, и он вам говорит, «Давай вставай, с тобой ты не умрешь, пошли домой». Просто прекрати. И это правда? Да, это правда. И да, и к кому же прибегает ребенок за комфортом, за утешением? И мама начинает говорить, «Ой, мой миленький мальчик, ой, начинает его целовать». Начинает ему там привязки делать, целовать его. Да, уложите там лекарства определенные. Если одежда грязная, то она немножко вытирает ее. А отец говорит, «Давай, вставай!» Но Бог-Отец, Он не так поступает. Но и земной папа тоже так не вставает, когда он говорит, что «Пошли». Даже если не оба ошибаются, мы в них обеих нуждаемся. Нам нужно внимание, забота, но также нам нужен тот, кто скажет, «Давай, вставай, пошли». «Вставай, попытайся еще раз». И который скажет, «Ты не умрешь». Кто из вас имеет братьев или сестер? Многие из вас, это хорошо. Если у вас есть спор с братом или с сестрой, и вы можете быть очень-очень сильно злым, и вы говорите, что «Я никогда с тобой больше говорить не буду». И на следующий день. «Что же мы будем сегодня делать вместе?» Но если у вас это же сказали своему отцу, что вы больше с ним не будете говорить, вы не забудьте этот конфликт очень быстро. И таким же образом у нас строится диалог с Ешо как другом. И мы знаем, что этот конфликт с Ешо не будет таким длительным, как с Богом Отцом, понимая, что есть страх Божий. И это то, о чем нам нужно размышлять. Я не говорю, что если вы ever like shook your fist at God, and you just don't understand. Again, please. И некоторые люди показывают кулак к Богу, и при этом проклиная Ему. Обвиняя Его. И, может быть, это было в вашем сердце, или вы об этом думали. И, возможно, у вас был такой конфликт с братьями и сестрами, и вы спрашивали Ешо, чтобы Он дал вам понимание. И если у вас был такой диалог с Ешо, то Он проведет вас к Духу Святому, который покажет вам и обучит вас. И также о том конфликте, который у вас есть с Богом Отцом. Многие люди имеют проблемы с размышлением на эту тему. Говорят, что я знаю, что есть что-то неправильное с Богом Отцом. У меня взаимоотношение с Богом Отцом. И я об этом не говорил Ему. Я не могу сказать Ему «нет». И поэтому нам таки нужна помощь от Ешо. И который говорит, что я являюсь истинной пути и жизнь, но не только на небеса. Он говорит, что я путь к взаимоотношениям с Богом Отцом. И это работает лучше, когда Дух Святой приходит, потому что Ишу об этом говорит. И все это о Созо. Оно пытается принести гармонию, баланс в нашу жизнь. Гармоничные взаимоотношения с Богом, со всеми Личностями. И мы нуждаемся во всех их. И пока он говорил, я вспоминал то, что было сказано, и является ли оно ясным. Одна из намного более убедительных вещей в моей жизни Это то понимание, что если у меня есть конфликт с Богом, тогда я ошибаюсь. Со мной что-то неправильно. Но если у меня есть конфликт с Кирком, то в этой ситуации он может быть неправ. Или я могу быть неправа. Но если у меня конфликт с Богом, то я уверена, что я неправа. Это делает меня очень защищенной. Даже тогда, когда я спорю с Богом, это мой уровень веры. Я ошибаюсь, Бог, Ты прав, но я этого не понимаю. Если у вас был отец, с которым вы могли общаться, то это будет происходить проще и легче. То, что мой отец делал хорошо, мой земной отец, он позволял задавать мне вопросы и иметь общение с ним. И он на них отвечал. Он развивал мою способность к мышлению тем, что у нас были такие вот споры или разговоры. Но он останавливал их тогда, когда он их хотел остановить. Потому что он был отцом. И тогда, когда вы размышляете о своем конфликте с Богом, нужно начинать с того, что я неправ или неправа, а Ты прав. Бывает ли такое, что во время чтения Писания вы приходите к тому, что вы понимаете, что вы что-то не понимаете? Как это может быть правильным? Как это может быть истинным? Мое основание веры в том, что я могу ошибаться, и что я ошибаюсь, а Писание — оно истинно. Поэтому я продолжаю копать. Я продолжаю задавать вопросы. Пока они не всплывают и не уходят. И он будет это продолжать делать. Он будет. Я читала и изучала историю о Иове. И мои дети были еще маленькими. И я, как и многие мамы, была как просто... Я считала, что мои дети — самые лучшие дети. И я просто их любила. И я дошла до того места в Иове, когда Бог умножил, удвоил то, что Иов имел в начале. И я говорила Богу, что никто не может заменить мне моих детей. Если ты заберешь от меня Брайана и Перри, и дав мне вдвое более детей, это не будет хорошо. И я спорила с Богом на протяжении нескольких лет, и я не понимала. Я не понимала. И потом, однажды, Бог дал мне истину в силе Духа Святого. И он проговорил, Кэрин, где сейчас Иов? Я отвечаю, что на небесах с Тобой, Господь. Кэрин, где был Иов на протяжении тысячи лет? С Тобой, Господь. Следующий вопрос, Кэрин, а где сейчас дети Иова? С Тобой, Господь. Все они. И тогда я получил откровение, когда вы доходите к концу книги Иова, Бог удвоил и коров, и верблюдов, и все, что там было. И Он дал ему десять детей еще больше. И они удвоены в вечности. Иов сейчас со всеми своими детьми. И они все время там находятся, в то время, когда мы не понимаем, почему это произошло. Я беспокоюсь об этой проблеме. Но они счастливы. И были времена, когда у вас были конфликты со своим Небесным Отцом. Не бойтесь. Дух Святой подойдет с другой стороны и скажет, не бойся. Ваш старший брат Ешо не такой, как старший брат Керка. Он всегда будет помогать вам тем, что будет говорить истину и приводить к Отцу. Потому что помните, что Ешо рассказал. Если вы видите Меня, вы видите Отца. И в те моменты, когда я не понимаю Отца, я возвращаюсь и читаю Евангелие. Он любит нас. Он захотел прийти, чтобы умереть за нас. И мы проведем вечность в изучении, в осознании того, насколько это важно и ценно. Что это значит. Но давайте же начнем сейчас. И то, что я осознаю, когда рассказывает Керк о своем отце и его маме. Возможно, самая грустная история, которую я вообще когда-нибудь слышал. Это об одном молодом человеке, который даже не мог, не хотел думать о ошибках своей мамы. Не мог вспомнить. Он даже не хотел исследовать их. Ему лучше было злиться на Отца и потом прощать его. Но он говорил, что у меня нет никаких проблем с мамой. Она... Все хорошо. Проблема заключается только в злощении с отцом. К этому дню он сопротивляется к работе Духа Святого в его жизни. Потому что то, что вы не простили, с тем... Вы не можете простить то, с чем вы не можете столкнуться. Или признать. Кирк также напомнил мне кое-что. Несколько лет назад, когда пастор что-то мне говорил, он меня действительно научил. не знаю, кто из вас, ребята, близко знаком с оружием. Я не был знаком. но есть два типа оружия, которые в основном используются для охоты. один из них называется винтовка. магазин, где есть дробь. и когда вы стреляете, и эта вся дробь разлетается и убивает животное. или у вас есть пистолет. Он имеет одну пулю. И вы целитесь и стреляете одной пулей. Множество раз мы хотим простить так, как та первая винтовка. Я прощаю своего отца. Я прощаю всех вас. Если я простил это, значит, я простил весь мир. Вот так, как прощение не работает. Вы должны нацелиться на того, кто стоит напротив вас и простить его. И, возможно, завтра он вернется и простить его еще раз. И, может быть, это произойдет еще раз. Простить его. Как тот пистолет. И со временем это произойдет. время для перемены. Время для перемены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok